После крушения В то утро, сидя на неприветливом берегу и глядя на свою затонувшую яхту, я думал, что путешествию моему пришел конец. Я убедился, как скверно быть новичком во всяком деле. Какая насмешка! Добраться до Сиднея во что бы то ни стало! С этим лозунгом отправился я в путь. И вот теперь, в шестидесяти милях от Панамы, моя яхта затонула, а впереди всего только восемь тысяч четыреста сорок миль. Котята, видимо, сочувствуя мне, глубже зарылись в мои колени. Я отправился на яхту вплавь. С тяжелым чувством ступал я по наклинившейся палубе. Положение оказалось безвыходным. Я считал, что все мои неудачи начались в тот день, когда яхта села на мель около острова Синьора. Все утро я сыпал отборными ругательствами, доказав этим, что я моряк до мозга костей. Израсходовав весь запас бранных слов, как ни странно, я почувствовал облегчение. Я отыскал сухое местечко и присел, созерцая знакомую картину, лежащую у берега яхту. До сих пор, добрую половину того времени, что я провел на язычнике, яхта просидела на мели. Плавание, которое прежде казалось слишком скучным, стало что-то слишком уж увлекательным. Яхта села на мель во время прилива. Через час почти вся палуба очутилась под водой, а около киля воды было мне до колен. Я спрыгнул вниз и обошел помятый корпус яхты, внимательно осматривая каждую царапину. Попав в мои руки, яхта очень пострадала. Но вместе с тем она показала, на что способна. Вполне можно было рассчитывать, что если мне удастся отремонтировать свой резвый тендер и спустить его на воду, он без труда переплывет Тихий океан. Мое обучение мореходному делу, так дорого стоившее язычнику, оставило на нем заметные следы в виде многочисленных вмятин и царапин. Я открыл боковые иллюминаторы, чтобы выпустить из трюма воду. Просунув голову и плечи в машинное отделение, я открыл Кингстон в трюме. Внутри яхты было такое нагромождение всякого хлама, которое привело бы в восторг любого старьевщика. Но мне не хотелось об этом думать. Меня интересовали только пробоины, а их не пришлось искать слишком долго. Шпунтовый пояс обшивки с левого борта надвинулся на форштевень, обнажив залитую цементом скулу. Пенька во многих местах вылезла из пазов, и сквозь щель сочилась вода. Кроме того, были и другие повреждения. Ахтерштевень выскочил из своего гнезда, обшивка, прилегающая к ахтерштевню и форштевню, покоробилась. Грибной винт был погнут. Осмотрев повреждения, я убедился, что они вполне исправимы. Потом отыскал молоток, отвертку, гвозди и старую рубаху. Прежде всего, я приколотил обшивку к килю, ахтерштевню и форштевню. Затем, разорвав рубаху, временно законопатил пазы лоскутьями при помощи отвертки и молотка. Работать пришлось быстро, чтобы успеть все сделать, прежде чем начнется прилив. Когда вода начала прибывать, я уже закончил временный ремонт яхты. Теперь оставалось только предотвратить течь через палубу, задравить вентиляторы, бортовые иллюминаторы, кингстон и сходной люк. Море наступало на берег, охватывая яхту своими цепкими руками и словно ощупывало отремонтированные места, готовясь проникнуть внутрь судна. Я ждал. Вот язычник снова на воде. Теперь течи почти нет, откачать воду ничего не стоит. Уже в темноте, когда уровень воды поднялся до предела, я подвел свое суденышко к самому берегу, где киль прочно зарылся в песчаное дно, а нос смотрел прямо в сторону леса. Утомленный волнениями и тяжелой работой, я поплелся по берегу к своим голодным друзьям. Целый день я ничего не ел, не выпил даже глотка воды. Я был так измучен, что даже мысль о том, чтобы вернуться на яхту и отыскать банку рыбных консервов для котят, была мне невыносима. «Вдохну несколько минут и пойду», — решил я. А когда встал, было уже совсем светло. Котята прыгали и резвились вокруг меня. День выдался погожий, был отлив, яхта стояла параллельно берегу. Нужно было приниматься за работу, но я и моя команда умирали от голода. Поднявшись на борт, я обнаружил, что со всех банок смыты этикетки. Пришлось выбирать наугад. Я протянул руку и взял две банки. В одной из них оказались ананасы, а в другой — шпинат. Котята, вынужденные привыкать к превратностям жизни на море, и получили на завтрак дольки ананаса. Мне же в это утро холодный шпинат из консервной банки казался вкуснее яичницы с ветчиной, а ананасы были лучше всякого кофе. Десять дней я вел блаженный и беспорядочный образ жизни. Я не носил одежды, копна волос на голове давно уже не знавшая ножниц заменяла мне шляпу. Брился я в последний раз перед отплытием из Панамы. И, кстати, тогда же дал себе слово не бриться до встречи с мэри. Босой, покрытый бронзовым загаром, я все время проводил возле яхты, ремонтируя ее поврежденные и сломанные части, чтобы снова вступить в единоборство с океаном. Питался я холодными консервами, открывая нога от банку за банкой, и сочетания получались порой самые неожиданные. Я разнообразил свой рацион фруктами и овощами, собранными на острове. Рядом была банановая роща, а около нее большое мангровое дерево. Чуть подальше я нашел авокадо, кокосовые пальмы и дынное дерево. Я с аппетитом уплетал свежие фрукты. Работал я очень много, но в то же время много ел, хорошо спал и ни в чем не испытывал недостатка. Ночевал я на песке под навесом с оруженным из весел и стакселя. Ни до, ни после этого не ощущал я такого единения с природой. Никогда не было у меня такого здорового аппетита и сна. В эти дни мне не хватало только Мэри. Будь она со мной, я не стал бы торопиться с ремонтом яхты. Да и вообще ремонт был бы ни к чему. Все эти десять дней я много и упорно работал. Когда наступал отлив, я возился у борта язычника, пуская в ход все свои инструменты. Когда начинался прилив и тендер вертелся на отмеле, я чинил и латал грот, сшивал три больших лоскута, стремясь сделать парус еще прочнее, чем раньше. На всякий случай я прошелся иглой по швам всех парусов, проверил все электросы и крепления передней шкаторины к раксам, заново срастил кренгельсы, прочно принаетовил бухты тросов. Целый день ушел у меня на то, чтобы освободить рубку, перенести весь груз на берег и сложить его у опушки леса. Собственно, с этого я и начал. Потом оставалось только починить яхту и, как я надеялся, выйти в море. Отодрав доски обшивки, я законопатил все отверстия от винтов в бортах и киле, просверлил новые и прочно привинтил доски. Все пазы я законопатил ватой, предусмотрительно захваченной из Панамы, при помощи специальной лопатки. Затем я забил пазы свинцом, покрыл их шпаклевкой и покрасил. Свинцовые заплаты я положил по обе стороны форштевня, на стыках планок и на ахтерштевне. Затем тщательно очистил борта и днища яхты и покрыл их краской. После этого я исправил руль и выровнял молотком грибной винт. Теперь, наконец, можно было думать о выходе в море. Труднее всего было снять яхту с мели и отвезти ее подальше от берега. К тому же у меня не было якоря, и я в первую очередь взялся за его изготовление. Мне было ясно, что, так как заменить якорь нечем, нужно сделать его из подручных материалов. Сундучок с камнями в качестве верпа не годился. Мне нужен был такой якорь, который можно было завести подальше от берега и подтянуть к нему яхту, если удастся снять ее с мели. Свалив на опушке маленькое деревце, я распилил его на две неравные части. Одна была длинная и толстая, другая — тонкая и короткая. Длинная деревяшка предназначалась для веретена якоря. К ней я приколотил наискосок короткую жерть, длиною около четырех футов, которая должна была служить рогами якоря. На концах ее я укрепил длинные шипы с таким расчетом, чтобы они вонзались в песчаное дно при любом положении рогов. Такой якорь не нуждался в штоке и обладал только одним недостатком — плавучестью. Недостаток этот я устранил, привязав к нему две большие свинцовые пластины, которые спилил с киля яхты и приладил одну к веретену, а другую к лапе якоря. Потом я определил расстояние от застрявшей на мели яхты до чистой воды. Опыт, накопленный ранее, когда я садился на мель, очень мне пригодился. Я натаскал в трюм тяжелых камней, чтобы яхту не швыряло во время прилива. План у меня был такой. Поскольку большая часть груза перенесена на берег, а камни, лежащие в трюме, тяжелее груза, я дождусь прилива и разом выброшу камни в воду, после чего яхта сразу же всплывет. Тогда я оттяну ее за якорную цепь подальше от берега и поставлю на якорь. Накачав резиновую надувную лодку, я погрузил в нее новый якорь и отвез его в глубокое место. Метрах в тридцати от берега я бросил самодельный якорь в воду, и он быстро пошел ко дну. Вернувшись на берег, я присел отдохнуть возле груды имущества, снятого с яхты и сложенного у опушки леса. Поплавок и нырушка забрались ко мне на колени, и мы наблюдали, как первые волны, вестники прилива, осторожно лизали киль. Некоторое время спустя язычник вздрогнул и зашуршал днищем по песку, стремясь оторваться от мели. Когда воды прибыло достаточно, я натянул цепь верпа и прикрепил его к погону. Язычник порывался всплыть, но тяжелые камни в трюме удерживали его. Когда же я быстро побросал камни за борт, яхта легко всплыла. Ухватившись за цепь, я начал подтягиваться к якорю. Теперь меня больше всего волновало, даст ли судно течь. Если даст, я буду вынужден вернуться в Панаму для капитального ремонта. Если нет, стану продолжать путешествие. Спустившись вниз, я зажег фонарь и тщательно осмотрел трюм. Все было в порядке, ни одна капля воды не проникала внутрь. Когда я снова вышел на палубу, яхта уже развернулась носом к океану, словно движимая каким-то инстинктом. То же обманчивое предчувствие, которое заставило меня отплыть из Панамы в одиночку, теперь побуждало меня продолжить путешествие. Приближался вечер. Я торопился выйти в океан. Подтянув надувную лодку к борту, я сел в нее и поплыл к берегу, где накрытый парусом лежал весь груз, а поплавок и наружка пронзительный жалобно мяукали под ведром. Целых три часа я перевозил багаж с берега на судно. Последний рейс я сделал уже в сумерках. Испуганные котята, забравшись на груду припасов, удивленно смотрели на темную воду. Меньше чем через час я привязал резиновую лодку на баке, поднял свой необычный якорь и закрепил его на палубе. Под всеми парусами, подгоняемый свежим ветерком, язычник вышел из бухты. Какой-то внутренний голос подсказывал мне, что вот теперь-то началось настоящее путешествие. Конечно, подумывал я и о возвращении в Панаму для ремонта. Это было бы самое разумное. Но прошел час, и ни одна капля воды не просочилась в трюм. Я вспомнил, что уже потерял почти целый месяц, а в соревновании с надвигающимися штормами мне был дорог каждый день и каждый час. Уже одно то, что язычник снова держался на воде и шел своим ходом, казалось, приближало меня к мэри на тысячу миль. В полночь, когда яхта была уже далеко от берега, я взял курс на юго-запад, закрепил румпель и лег спать вместе со своей командой. Приключения От жемчужных островов до Галапагоса около девятисот миль. В Панаме мне сказали, что на парусном судне этот переход может продолжаться от семи дней до целой вечности. Этим и ограничивались полученные мной сведения. Даже те, кто уже плавал в этих неприятных местах, не могли сказать мне ничего путного. Когда об этом заходил разговор, люди хмурились и смотрели в сторону моря. — Галапагосу нужно подходить с востока, — говорили они. — Не вздумайте огибать его с запада, там вы и не одолеете пассатов и течений. Я решил поступить так, плыть на юг, пока не окажусь на широте Галапагоса, а затем повернуть на запад. Кто-то сказал мне, что стоит только достигнуть Галапагоса и все остальное плавание до самой Австралии будет похоже на морскую прогулку. Мне начнут помогать пассаты, надо только прибиться к ним. В этом заключалась теперь основная задача. Я мечтал о спасательных пассатах и был преисполнен уверенностью в успехе. Говоря о погоде в зоне между Панамой и полосой юго-восточных пассатов, нельзя ограничиваться словами «плохая» или «ужасная». Этого далеко недостаточно. Хуже всего, что штормы здесь не случайные, а самое обычное явление. Погода крайне неустойчива, а поэтому путешественник испытывает на себе каждый вид ненасти в отдельности, не говоря уже о всевозможных сочетаниях. У жемчужных островов я выдержал один шторм и один шквал, и в то время они показались мне очень сильными. Но когда язычник вышел из Панамского залива, Пандора приоткрыла, как видно, свой сосуд, и я очутился буквально в аду. Собственно говоря, настоящих штормов не было, но уж лучше бы меня потрепалось неделю, а потом я мог бы спокойно плыть под парусами целый день, чем подвергаться таким резким переменам погоды. Чуть ли не каждую ночь я брал два ряда рифов на гроте и ложился в дрейф, а потом вдруг наступал мертвый штиль, или ветер настолько слабел, что яхта не могла двигаться против течения. В промежутках между этими крайностями внезапно налетали тропические шквалы. Единственным признаком, по которому можно было угадать налетевший шквал, был вихревой ветер да треск разрываемых парусов. Поистине эти воды сущие наказание для моряков. Здесь сталкиваются три враждебных океанических течения, и под келем судно клокочет и бурлит вода. С севера, от берегов Японии и острова Уналашка движутся холодное калифорнийское течение. На перерез ему с запада проходит экваториальное противотечение, бурное и стремительное, дышащее зноем тропических морей. А вдоль побережья Южной Америки из Антарктики движется холодное перуанское течение, которое называют также гумбольтовым. При столкновении трех этих течений происходит то же самое, что случилось бы, если бы блондинка, брюнетка и рыжая передрались из одного мужчины. И среди всего этого хаоса дул порывистый юго-западный ветер, то крепчая на мгновенье, то снова слабее. А так как мой путь лежал на юго-запад, ветер дул мне прямо в лоб. Приходилось лавировать сначала на юг, затем на запад, борясь с течением, старавшимся отбросить меня назад к Панаме, и, надо сказать, порой не без успеха. В иные дни я простаивал целые часы, попав в мертвый штиль. Затем штормовой ветер налетал сбоку, заставляя меня ложиться в дрейф и терять время. А утром вновь наступал штиль, и на яхту потоком обрушивался тропический дождь или налетала гроза, озаряя небо зловещими вспышками молний. В первый же день моего плавания поднялся южный ветер, крепчавший с каждой минутой. Я взял первые рифы и подумывал уже, не спустить ли один парус, как вдруг ветер мгновенно упал. Огромные волны катились мне навстречу и исчезали за кормой. Через двадцать минут чудовищная туча нагнала яхту, глухо заворчал гром. По правилам мне следовало бы убрать все паруса и спуститься вниз, но я боялся, что меня отнесет на юго-восток. Целый день я вертелся на одном и том же месте, борясь со встречным ветром. И теперь попутный ветер был для меня настоящим счастьем. Я поглубже нахлобучил шляпу и остался на палубе. Налетел шквал и наградил яхту энергичным пинком. Через мгновение я уже мчался со скоростью семи узлов. Ну что ж, это меня вполне устраивало. Представьте себе, как швыряла яхту, захваченную ураганом, как нос ее зарывался в волны. Взлетая на гребень одного вала, язычник врезался в другой, и брызги взлетали высоко вверх до самой верхушки мачты. Вода перекатывалась по палубе и стекала за корму. Яхта с шумом проваливалась между седыми валами, и тут же нос в ее рассекал следующую волну. Я решил было привести яхту к ветру и взять все рифы, но потом сказал себе, не беда, куда-нибудь да приплывем, а яхта мчалась все дальше и дальше. Шквал не отпускал меня минут сорок, потом ветер упал, и только океан продолжал бурлить и волноваться. На другой день я впервые наблюдал борьбу двух течений. Внезапно, неизвестно откуда, на поверхности океана появились бесчисленные коносообразные юркие волны. Они взлетали и опускались в бесконечной пляске, как бы простирая к небу множество рук. Никогда в жизни не приходилось мне наблюдать подобного зрелища. Казалось, океан страдает от жуткой эпилепсии. Волны попадали на яхту, но тут же выплескивались из самоотливного кокпита, не причинив никакого вреда. Это под Килем встретились два различных течения. Рыжая и блондинка вцепились друг к другу в волосы. Вскоре произошел еще один необычный инцидент. Дул слабый, изменчивый, как говорят иногда в шутку моряки, дамский ветерок. День выдался жаркий. Несколько часов я, запустив мотор, тщетно пытался найти свежий ветер. Перед вечером я примирился с судьбой и прекратил поиски. Однако внезапно разыгрался шторм. Настолько внезапно, что я не успел спустить паруса. Пока я брал первые и вторые рифы на гроте, шторм разбушевался не на шутку. Седые валы вздымались вокруг меня, и яхту сильно качало. Пришла пора убрать кливер, чтобы не рисковать потерей бушприта. Плавание под парусами на яхте с бушпритом в штормовую погоду напоминает цирковой номер, балансирование на катящейся бочке. Всякий раз, как бушприт опускался, я оказывался до колена в воде. Примерно каждая четвертая волна была выше других, и вода оказывалась у меня даже в карманах, в жилетных карманах. Отчаянно вцепившись в ванту, я пытался свободной рукой управлять парусами. В такую бурную темную ночь упасть за борт отнюдь нежелательно. Поэтому я крепко держался и быстро работал. Но в подобные минуты невольно становишься рассеянным. Именно это и произошло со мной. У жемчужных островов я уже несколько раз плавал с бушпритом во время шторма и считал это пустяковым делом. Но на парусных судах нужно всегда быть начеку. Язычник как-то особенно резко накренился, глубоко зарылся в воду, потом задрал нос кверху, нацелив бушприт в небо. Не удержавшись, я кубарем покатился прямо в набегавшие волны. Я мигом вынурнул на поверхность. Волны обрушивались на меня и увлекали к корме. Баконец был в каком-то футе от меня и я понимал, что нужно поскорее ухватиться за него или за что-нибудь еще, иначе следующая волна отбросит меня под ветер. Язычник плыл так медленно, что, напрягая все силы, я почти не отставал от него. Соленая вода застилала мне глаза и затрудняла дыхание. И вот в этот отчаянный миг я почувствовал прикосновение какого-то предмета. Сначала подумал, что коснулся руля, но это были штаны, которые я спустил на веревке за корму, чтобы выстирать их. Я подтянулся к поручням и смог наконец-то перевести дух. Море обрушивало вокруг сокрушительные удары, поражая меня своей беспредельной мощью. Прослужив четыре года в торговом флоте, я и не подозревал о его всесильном могуществе. Находясь на борту большого транспорта, человек чувствует себя не в море, а над морем. Он защищен прочными стальными переборками. Когда матрос торгового судна ощущает на губах соленые брызги, для него это целое приключение. Пока я купался в пене за кормой яхты, не имея сил вскарабкаться на палубу, мне стало ясно, что необходимо спустить с кормы леер, за который можно будет ухватиться, если я снова окажусь за бортом. Взобравшись наконец на судно, я прошел к бушприту и с трудом спустил кливер. Но перед этим я полежал немного на палубе, провожая спокойным взглядом убегавшие назад волны. С ревом исчезали они в ночной тьме. Разумеется, я думал о том, что могло со мной произойти. Моряку, плавающему в одиночку, всегда угрожает такая опасность. Мне здорово посчастливилось, но в следующий раз счастье может отвернуться от меня. Я чувствовал себя неразрывной частью судна, я как бы слился с ним воедино, сражаясь с беспощадным океаном. Я подумал о том, решился бы я на это путешествие или нет, если бы знал, какие неожиданности подстерегают меня. Да, решился бы, таков был мой ответ. То, что я сделал, было увлекательно, несло с собой сильное ощущение. Несмотря на опасность, я был в восторге. Я испытывал жажду, знакомую всем мужчинам, жажду приключений. И вдобавок, вдобавок ко всему, я приближался к единственной в мире женщине, о которой мечтал, к Мэри. Утро четвертого дня моего плавания мало чем отличалось от трех первых. Яхта ползла на юго-запад, подгоняемая попутным ветерком. Как всегда, небо казалось мне подозрительным, но я уже успел привыкнуть к этому. Минувшей ночью я взял все рифы на парусах, а на рассвете снова отдал их. Но теперь это было бесполезно. Ветер стихал, и на море, над которым низко нависало свинцовое небо, начинался штиль. Я запустил свой трескучий мотор и два часа плыл без парусов, пока не почувствовал дуновения ветра. Он дул, как всегда, с юго-востока и лишь слегка расправил паруса. Все эти дни я изучал мореходную астрономию, которой раньше не мог заняться поглощенной другими делами. Кроме того, я определял расстояние, пройденное за сутки, вычисляя скорость пузырей, убегавших из-под киля. Таким путем я восстановил, что двигался до сих пор со скоростью семи узлов и, по-видимому, преодолел половину расстояния до Галапагоса. В десять часов случилось еще одно происшествие. Большая тупорылая акула лениво проплыла рядом с язычником. Она поглядела на меня крошечными, как у свиньи, глазками и внезапно ударилась о борт своей массивной тушей. Мне уже давно приходилось видеть и слышать нечто подобное. Не раз, днем и ночью, раздавались удары в борт. Акулы, вероятно, желали почесаться о судно. А может быть, они это делали с каким-то злым умыслом. Впервые я услышал этот зловещий шум, когда плавал у жемчужных островов. Была ночь, яхта лежала в дрейфе недалеко от забоги, и я мирно спал в своей каюте. Меня разбудил страшный удар, от которого содрогнулось все судно. Я кинулся на палубу, думая, что яхта наскочила на риф, так как не знал, где нахожусь. Сначала я решил, что яхта легла на другой газ и повернула к берегу. С палубы ничего не было видно. Ночь была тихая и темная. Язычник лениво покачивался на воде. Я растерялся и долго не мог понять, что же произошло. Но вот на поверхности показался светящийся след. Там двигалась какая-то масса. У самых моих ног эта масса с шумом ударилась о борт, с каким-то жутким скрежетом скользнула вдоль корпуса и скрылась из виду. Это была огромная акула. С этим я не мог примириться. Язычник был обшит дубовыми досками всего в дюйм толщиной, прослужившими уже двадцать шесть лет. Если акулы станут пользоваться моей яхтой вместо скребницы, я рискую очутиться в воде. Поэтому, когда акула снова приблизилась, я изо всех сил метнул в нее гарпун. Испуганная хищница кинулась прочь, вырвала линь у меня из рук и ушла в глубину. Гарпун был безвозвратно потерян. Тогда я привязал к веслу длинный охотничий нож, и, как только акула подплывала близко, всаживал ей в бок стальное лезвие на добрых шесть дюймов. Но вернемся к нашему рассказу. Акула, которая двадцать третьего июня в десять часов слегка шлепнула мою яхту, была настоящим чудовищем. Я невольно залюбовался ею. Великолепный экземпляр. Она была длинной в половину моей яхты, с зубами в человеческий палец и держалась с наглостью настоящего бандита. При виде ее страшных зубов мне захотелось добыть их, чтобы потом показать Мэри, пусть посмотрит и пощупает эти могучие челюсти. Достав спортивную острогу и толстую лесу, я привязал к ней самый большой стальной крюк для ловли акул. На крюк я насадил уже порядком обглоданную поплавком и наружкой макрель. Когда акула подплыла, я забросил наживку перед самым ее носом и тут же отвел в сторону, прежде чем хищница успела понять, что к чему. Целью этой простейшей психологической уловки было разъярить жадную хищницу. Во второй раз она ткнулась рылом в наживку, которая мгновенно исчезла в ее зубастой пасте. Я изо всех сил потянул леску. Крюк впился в пасть акулы. Испытывая мучительную боль, она попыталась оборвать лесу, потом внезапно заметалась, вздымая фонтаны воды, и рванулась прочь. Яростно ударяя могучим хвостом, акула уплывала все дальше от яхты, с легким жужжанием разматывая лесу. Когда леса длиной в 60 ярдов размоталась до конца, акула завертелась на крюке, поблескивая серебром в облаке пены. Хищница тяжело билась в воде, то сгибаясь пополам, то свиваясь почти в кольцо и щелкая зубами. Вот она вынырнула за кормой, потом появилась у самого носа, оставляя кровавые пятна на гладкой поверхности воды. Она переворачивалась на спину и судорожно билась, или начинала описывать круги около яхты, сопровождаемые рыбой лоцманом. Один раз она нырнула прямо под яхту, футов на сто в глубину, так что я совершенно потерял ее из виду, несмотря на кристальную прозрачность воды. Но самый эффектный рывок она сделала через полчаса после того, как попалась на крюк. Натянув лесу до отказа, она уплыла далеко за корму яхты. Брызги летели во все стороны, позади акулы оставался пенистый след. Описав несколько кругов, акула на секунду замешкалась, потом сделала скачок, футов на пятьдесят в сторону, повернулась и кинулась вперед так стремительно, словно хотела могучим рывком оторвать себе голову и оставить ее на крюке. Не натянув лесу до конца, она вдруг выпрыгнула из воды, перевернулась на спину и так дернулась всем туловищем, что если бы леса, будь она даже прочнее металлического троса была натянута, она бы лопнула как нитка. После этого акула ослабела и лишь слегка сопротивлялась, когда я подтягивал ее к яхте. Зубы акулы казались мне просто необыкновенными. Длиной не менее двух дюймов и толщиной с карандаш они двумя неровными рядами торчали в разные стороны, такие острые и огромные, что ей ничего не стоило перекусить любую кость. Невольно завидуя ее силе и гордясь одержанной победой, я перегнулся через перила и слегка щелкнул акулу по носу, который оказался не менее твердым, чем палуба моей яхты. Огромные челюсти и острые зубы были великолепны, но как их заполучить? По своей наивности я думал, что это очень просто. Нужно только втащить акулу на борт, отрубить ей голову, а туловище выбросить в море. Поплавок и наружка, положив передние лапы на порчни, принюхивались к запаху рыбы, шедшему из пасти хищницы, ерзали на месте и мяукали, предвкушая скорое пиршество. Я решил поднять акулу на палубу. Сперва я попробовал сделать это одним рывком, но едва лишь сдвинул акулу с места, ведь она весила сотни фунтов. Тогда я привязал грота фал к остроге, вонзил ее в жабры акулы и, подтягивая дюйм за дюймом огромную тушу, с трудом втащил ее через транец на палубу. Какое чудовище! Голова лежала в кокпите, а хвост свешивался за корму. Туловище едва заметно вздрагивало. Взяв топор, я несколько раз всадил его в спину акуле, пока она не замерла в неподвижности. Кровь фонтаном окатила меня. Внезапно огромное туловище пришло в движение. Перепуганные котята ринулись на нос. Я поглядел им вслед. Раздался громкий треск, и румпель обломанный у ахтерштевня упал в море. На яхте начался разгром. Гигантская акула ожила и перешла в нападение. Могучими ударами хвоста и головы она сбила меня с ног и чуть не сбросила за борт. Хвост действовал подобно огромному молоту, разбивая, сплющивая и сметая все вокруг. Бак с горючим был смят в одно мгновение, другой медный бак сплющился в лепешку, и его содержимое потекло в трюм. Охваченный страхом, я прижался к поручням. Коминг с кокпита зашатался, затрещал и повалился в мою сторону. Не успея пригнуться, он мог бы меня искалечить. Тем временем крышка люка свалилась в каюту, послышался треск заднего бортового иллюминатора. Настил кокпита мог рухнуть в любую секунду. Язычник прыгал по воде, словно под ударами чьих-то гигантских кулаков. Я подобрался как можно ближе к чудовищу и всадил топор ему в спину. Акула снова стала яростно извиваться. Переборка между кокпитом и машинным отделением треснула, настил обрушился, канистры с бензином покатились в машинное отделение, голова акулы почти коснулась мотора. Подскочив к ней, я снова и снова вонзал топор в ее тушу. Разрушение продолжалось, язычник разваливался на моих глазах. Я работал топором, словно обезумевший лесоруб, на голове и на спине акулы образовывались уже зияющие раны, спинной плавник был срублен почти до основания, но акула не унималась. Я боялся, что она проломит палубу или повредит мачту. Я рубил и рубил без передышки отчаявшийся весь перепачканный кровью. Акула головой угодила в мотор, выбила свечи и порвала провода. Потом она перевернулась, легла прямо на грибной вал и несколькими ударами погнула его. Теперь я опасался, что она пробьет борт. Я лег на бок как раз над мотором, изловчился, топором раздробил ей нижнюю челюсть и вспорол брюхо. Акула судорожно дернулась. Я продолжал наносить смертоносные удары, вышиб ей глаз, разрубил туловище от жабер до остатков спинного плавника, но хвост по-прежнему растекал воздух, подобно хлысту. Я подполз ближе, чтобы ударить наверняка, и лег поудобнее, собирая все силы. Теперь я нацелился в рыло, которое считало хелесовой пятой акулы, и раздробил его до самых верхних зубов, но акула все еще отчаянно билась. Тогда я придвинулся почти вплотную и всадил топор ей в брюхо, чтобы поразить жизненно важные органы. Я выбился из сил, едва попадал топором в акулу. Но неожиданно все кончилось. Широко разъянув пасть, она вдруг замерла. Я долго лежал рядом с акулой, надеясь, что она больше не оживет, так как иначе она придавила бы меня, а я не смог бы пошевельнуться. Все вокруг было переломано и залито кровью. Я тоже весь был в запекшейся крови. Прежде чем выбросить изуродованную тушу за борт, мне пришлось заняться другими делами. Нужно было выкачать из трюма ни один галлон бензина, кислоты, пролитой из аккумуляторов и крови. Затем я вымыл палубу, каюту, борта и внутреннюю обшивку. И наконец убрал обломки, сложив их в каюте. Кокпит превратился в зияющую дыру. Посреди нее голодные котята громко мяукали на туши акулы, жадно поводя усами. Я отрезал им порядочный кусок мяса и бросил его на крышку переднего люка. Вскрыв желудок хищницы, я нашел там целую коллекцию останки жертв, послуживших ей пищей. Там были два кальмара, большая макрель, множество уже почти переваренной мелюзги, еще одна макрель, на которую я и поймал акулу, несколько костей и кусков мяса, вырванных очевидно из тела какой-то крупной рыбы. После столь упорной борьбы челюсти акулы приобрели в моих глазах особую ценность. Отрубив голову хищницы, я вымыл и вычистил ее желтые ужасные зубы. Чтобы перебросить через борт тушу акулы, я разрубил ее надвое, но и после этого мне пришлось напрячь все свои силы. Но что касается повреждений, то ремонт кормы отняло меня более двух недель. К усвоенным мною правилам прибавилось еще одно — никогда не втаскивать акула на борт. Мотор совершенно вышел из строя, и починить его можно было, лишь вернувшись в Панаму. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что должен был вернуться в Бальбоа и отдать его в ремонтную мастерскую. Благодаря этому я, в конечном счете, выиграл бы время. Тогда мое путешествие через Тихий океан было бы не только более быстрым, но и более спокойным и скучным. Пожалуй, главной причиной того, что я не вернулся в Панаму, было плачевное состояние моих финансов. У меня оставалось всего 25 долларов, сумма явно недостаточная для капитального ремонта яхты. Кроме того, по моим подсчетам, яхта проходила в сутки от 80 до 100 миль, и я надеялся через неделю добраться до Галапагоса, где мотор уже не понадобится. Мне сказали, что там начинаются юго-восточные пассаты, которые дуют непрерывно, и я вполне могу обойтись без мотора. И так я продолжал свой путь теперь уже только под парусами. За бортом Главная опасность для человека, плывущего в одиночку на парусном судне, заключается в том, что если яхта перевернется, некому будет поднять ее и оказать помощь потерпевшему. Мысль о такой возможности постоянно преследовала меня, и я всячески старался соблюдать осторожность. На следующий день после битвы с акулой я спустил с кормы спасательный леер длиной около шестидесяти футов, чтобы, если я упаду за борт, мне было бы за что ухватиться. Иногда я привязывал к его концу крючок, наживленный лоскутом белой материи, и ловил таким образом свежую рыбу для себя и котят, а то спускал на нем грязные штаны или рубашку, чтобы выстирать их в морской воде. Кроме того, я использовал леер и в качестве лак-линия для определения скорости яхты. Однако главное, он должен был спасти мне жизнь, если я упаду за борт. И все же, в одно прекрасное утро, даже несмотря на спасательный леер, я чуть не остался в океане. Едва взошло солнце, как с юга-запада на меня обрушился шквал, море забурлило вокруг яхты, грот и стаксель были зарифлены. Я не торопился убирать кливер, надеясь, что ветер скоро утихнет. То, что бушприт то и дело зарывался в воду, меня уже не смущало. Бушприт у моей яхты был длинный, около семи футов и очень тонкий. Я никак не мог хорошенько разобраться, что именно нужно делать, чтобы убрать кливер в штормовую погоду. Ни разу мне не удалось проделать это как следует, до самого конца плавания я так и не научился убирать его. Обычно я поступал следующим образом. Сначала пробирался вперед и расстравливал талрэп. Потом пятился назад и на один-два фута травил фал, опуская паруса. Снова бежал вперед, чтобы освободить две бухты троса. Оттягивал вниз шкотовый угол паруса и цеплял его за поручни на форпике. Потом снова травил фал, отпускал несколько зажимов, спускал парус, купая его в воде и укладывая на палубе. Я всегда оставлял клевер до последней минуты. Я не умел обращаться с ним, и поэтому мне было все равно убирать его в легкую непогоду или в настоящий шторм. В то утро ветер засвежел, и я приготовился к борьбе с клевером, заранее ругаясь и кляняя его, на чем свет стоит. Забравшись на бушприт, я обнаружил, что стяжная муфта штага почти совсем развинтилась. Я попытался закрепить ее рукой, но, видимо, повернул не в ту сторону, так как она внезапно соскочила. Я уцепился за парус, раздуваемый ветром, и повис на нем. В мгновение ока я взлетел в воздух, не выпуская полощущийся кливер. Я очутился на высоте пятнадцати футов и примерно на таком же расстоянии в стороне от яхты. Вцепившись в парус, я прикидывал, смогу ли я доплыть до яхты, если спрыгну в воду. Решив не рисковать, я продолжал держаться за кливер. Внезапно парус обезветрился, и я полетел на палубу, ударившись с разгону о мачту. Прежде чем я успел разжать руки, меня снова подняло в воздух. Ветер хлистал по парусу и трепал меня, как треплет терьер пойманную крысу. Но вот кливер сорвался с леера и, поникнув, упал вместе со мной в море. Узел на конце фала застрял в блоке и меня потащило к корме. Я уцепился за неподатливый парус и барахтался в море, пытаясь свернуть кливер, в надежде, что смогу как-нибудь спасти его. Парусина упорно не поддавалась. Вдруг фал выскользнул из блока и я поплыл по воле волн. Теперь я мог держаться только за парус. Яхта начала удаляться, я крепко ухватил парус и поплыл к спасательному лееру. Но слизь и морские водоросли облепили его, и он стал таким скользким, что висеть на нем, удерживая парус, было совсем нелегким делом. Я хотел во что бы то ни стало спасти мой парус. Мой запасной кливер порвался во время шторма у Сан-Хосе, теперь у меня оставался только один, он был необходим мне. Без кливера трудно обойтись при попутном ветре. Но тут же я понял, что не сумею взобраться на борт по скользкому лееру с парусом в руке. С трудом продвинулся я на несколько футов вперед, но волна тут же отбросила меня обратно. Я с содроганием вспомнил о стальном рыболовном крюке, привязанном к концу леера. Остановившись передохнуть, я заметил, что веревка скользит у меня в руках. Как я не сжимал кулаки, удержаться было невозможно. Крюк приближался еще немного, и он вонзится мне в ногу. Вода, увлекая за собой парус, тащила меня назад. Кливер скомкался у меня под животом. Я отпустил его, и он исчез в пучине. Конечно, я очень не хотел терять его, но ничего другого не оставалось. Язычник со взятыми вторыми рифами, резко накренившись под ветром, отважно встречал волны, высоко вздымавшиеся над ним. Корпус его был ободран, часть рангоута переломана, вокруг тучи вздымались брызги. Мне было слышно, как нос яхты с шумом рассекает набегавшую волну. Я стал медленно подтягиваться по скользкому лееру, преодолевая сопротивление воды. Взобравшись на борт, я лег на палубу и долго смотрел на белые гребни убегавших волн, слушал их рев, похожий на грохот проходящего поезда. Со страхом думал я о том, что могло со мной произойти. Вдруг, невольно провожая взглядом волну, я увидел за кормой какую-то рябь. Присмотревшись, я узнал свой кливер, случайно зацепившийся за рыболовный крючок на леере и теперь тянувшийся за яхтой. Я стал быстро выбирать конец, надеясь, что парус не оборвется. Так оно и вышло. Подтянув кливер к поручням, я увидел, что крюк зацепился за лик трос. В судовом журнале я записал так, с трудом удалось спасти кливер. зацепился. Продолжение следует... Продолжение следует...